Молва приписывает ему имидж женского любимчика с лёгкостью разбивающего сердца. А он утер всем нос, выбрав в жены никому неизвестную юную актрису и уже много лет счастлив с ней. Как живёт сегодня самый закрытый актёр Андрей Чернышёв и есть ли у него дети? Андрей Владимирович Чернышёв появился на свет 3 февраля 1973 года в столичном Киеве. Оба его родителя были педагогами, отец возглавлял общеобразовательную школу, а мама преподавала в том же заведении математику. Что касается образования Андрея Владимировича, оно было образцово-показательным, он хорошо успевал по всем предметам, а по вечерам пропадал в спортивных секциях. Когда мальчику исполнилось 9 лет, вся семья перебралась жить в небольшой посёлок Сюльбан, расположенный в Забайкале. Казалось бы, что в школе, которую посещал будущий актёр, у него всё должно складываться просто отлично. Если бы не одно «но». Парень отличался своевольным нравом, а при лежной учёбе предпочитал драки с пацанами. Чтобы чем-то занять шаловливого мальчишку, отец привёл его в школьный театр. Тогда он даже не подозревал, что это определит дальнейшую судьбу его сына. В школьном театре юноша стал настоящей звездой. Он был занят практически в каждой постановке и везде блистал на ключевых позициях. Благодаря труду Андрея, его напарников и руководителя о театре узнали в регионе, и труппа начала давать гастроли в окрестных городках. Окончив школу с серебряной медалью, Андрей Чернышёв решил продолжить актёрскую карьеру в Москве. Парень подал документы в каждый из столичных театральных вузов, но везде его ждала неудача. Решив вернуться к истокам, Андрей вернулся в Киев к родителям и устроился в местный театр не актёром, а рабочим подсобником. Но жаловаться не приходилось, он мог наблюдать за спектаклями и репетициями, перенимая опыт у более зрелых актёров. Проведённое в Киевском театре время помогло талантливому парню поступить в высшее театральное училище имени Щепкина. Андрей доучился до конца и получил заветный диплом. Выпустившись в 1994 году, Андрей Чернышёв никуда не мог устроиться на работу, во всех театрах столицы ему отказывают. Кроме Ленкома, куда Чернышёва принимает на работу лично Марк Захаров? В театре он играет в основном в эпизодических ролях. Зато это даёт Андрею стабильный заработок, опыт и актёрское мастерство сыграть любого персонажа. Спустя 12 лет работы в театре артист травмирует ногу и из-за этого вынужден уйти из Ленкома. Ещё в студенческие годы Андрей снялся в рекламе одного сорта пива и благодаря этому стал узнаваемым на улице. Именно поэтому после ухода из театра он идёт пробоваться на роли в телесериалах. Тогда как раз в стране начался их бум, но сначала Чернышёв работает как каскадер и дублер, не получая собственных ролей. Популярность ему принесли фильмы «Бальзаковский возраст», «Мужчина в моей голове», «Зимний сон», «Жажда экстрима», «Право на любовь». В этот период за актёром закрепилась амплуа героя-любовника. Он часто играл в лирических комедиях, а в фильмах других жанров нередко исполнял роли мужей и импозантных поклонников главных героин. К слову, для фильма «Стерва для чемпиона» ему пришлось набрать 15 килограмм мышечной массы, так как по сюжету его герой был чрезвычайно мускулистым. Он ежедневно занимался по несколько часов вместе с тренером Андреем Шкаликовым, который в том же фильме исполнил роль тренера. Фильмография Андрея пополняется беспрерывно. Чернышёв уверен, что сложные роли впереди, верит и ждёт их. Полюбили зрители тандем актёра с Ириной Пеговой в «Одиноких сердцах», с Еленой Захаровой в «Ледникове», с Ольгой Будиной в «Земском докторе». Характерным получился ключевой персонаж в мини-сериале «Маяковский» «Два дня». Многосерийный фильм повествует о двух последних днях жизни великого поэта Владимира Маяковского. Несмотря на то, что в кино Андрей Чернышёв неизменно играет брутальных красавчиков и очаровывает дам одним взмахом ресниц, в жизни он, как ни удивительно, полная противоположность своему герою. Андрей тщательно оберегает свою личную жизнь от журналистов и прочих любопытствующих, поэтому сплетникам остаётся только строить догадки о его романах. Поговаривают, что во время съёмок одного из сериалов между Андреем Чернышёвым и его партнёршей Анной Снаткиной вспыхнул бурный роман. Страсти, по слухам, кипели нешуточные, но до серьёзных отношений дело не дошло. Сейчас Снаткина счастлива в браке с петербургским актёром, бывшим комиком Виктором Васильевым. Во второй раз «жёлтая пресса» свела Чернышёва с актрисой Анастасией Цветаевой, которая также снималась с артистом в одном из сериалов. Первым якобы в партнёршу влюбился сам Андрей, а та не устояла перед его обаянием. Тем не менее, эти отношения завершились достаточно быстро. Анастасия несколько раз выходила замуж, но вот уже несколько лет счастлива в браке с израильским предпринимателем и живёт за границей. После расставания с Цветаевой у Чернышёва опять же, по мнению журналистов, начался стремительный роман с главной блондинкой российского кино Светланой Хоченковой. Но окончились эти отношения так же быстро и неожиданно, как и начались. Сам актёр свою личную жизнь никогда не комментировал, романы с эффектными коллегами не подтверждал и пресекал все попытки СМИ узнать, кто же на самом деле его избранница. Но секрет утаить не удалось. Оказывается, он уже много лет счастлив в союзе с малоизвестной актрисой, которая к тому же на 11 лет моложе его. Отношения между актёрами возникли далеко не сразу. Поначалу они просто дружили и будто присматривались друг к другу. Но в какой-то момент актриса поняла, что любит этого человека. Такого красивого, обаятельного, но главное – невероятно надёжного. Он всегда делает то, что обещает, никогда не подводит и вообще не похож на экранного героя Лавелласа, которым многие представляют себе Андрея Чернышёва. Их отношения нельзя было назвать романом. С самого начала это были довольно серьёзные чувства с обеих сторон. Через пару лет они уже жили вместе, однако договорились никак не афишировать свои отношения. Для них обоих очень важна семья, а потому к её созданию оба относились с большой серьёзностью. Прошло целых 10 лет с момента начала их отношений, прежде чем в одном из интервью Андрей Чернышёв обмолвился о том, что его семейный статус, возможно, скоро изменится. Для Марии эта фраза послужила сигналом начала подготовки к свадьбе. Он не делал ей красивых предложений с коленопреклонениями и заверениями в вечной любви. Они просто выбрали день и расписались в обычном московском ЗАГСе, а через неделю улетели в Грецию, чтобы обвенчаться. Андрей Чернышёв и Мария Добжинская уверены – семья создаётся один раз и навсегда. И готовы пройти вместе через любые испытания, поддерживая друг друга. А недавно в семье случилось пополнение. Андрей Чернышёв тайно впервые стал отцом в 51 год. Супруга Мария Добжинская, которая младше него на 11 лет, родила сына Николая. Как признался артист, он старается во всём помогать жене, которая в связи с рождением малыша ушла в декрет и снялась со всех спектаклей. При этом, по словам Чернышёва, супруга хочет вернуться на сцену театра как можно скорее.